День фотографа отмечается 12 июля. Дата праздника имеет символическое значение. 12 июля по старому стилю день памяти святой Вероники, покровительницы фотографии. Развитие фотодела имеет огромную историю. В 1826 году француз Жозеф Нисофор Ньепс сделал самую первую в мире фотографию. Вид из окна. Она создавалась в 8 часов и была сделана на камеру обскура. С того момента прошло практически 200 лет и за это время процесс съемки на фотокамеру перетерпел колоссальное изменение. Сейчас каждый может снять все, что угодно и где угодно на свой мобильный телефон. Однако мобильная фотосъемка никак не мешает развитию фотографии, а наоборот позволяет любому познакомиться с ней. Лет 20 назад такая революция и стали доступны маленькие фотокамеры. Сейчас они все фотокамеры в телефонах. Я считаю, это очень хорошо. Это никак не повлияло на мир профессиональной фотографии. Это только его развивает и помогает людям, которым недоступна профессиональная техника, дорогая. Понять, нравится мне фотография или не нравится, делай порог входа фотографии намного ниже. За время работы фотографом Константин повидал немало. Начал заниматься фотографией на первом курсе, работал свадебным фотографом и даже участвовал в реалити-шоу в «Объективе». И это далеко не полный список его приключений. Без фотографа ни одно мероприятие не обходится. Больше всего в современном мире фотограф востребован на ладьбе. Есть профессионалы, которые специализируются именно на свадебной фотографии. Ведь это далеко не такая простая работа, как кажется на первый взгляд. Честно говоря, свадебный фотограф, как бы казалось, это простая работа. Нажал и сделал снимок. На самом деле нет. Там надо много, знаете, техники именно по как правильно поставить. Не то же как правильно настроить фотоаппарат сам, еще выбрать правильное место съемки, правильный свет, подобрать, возможно, использовать дополнительные оборудования, отражатели, вспышки и куча-куча всего. Есть множество направлений фотосъемки. Портретная, пейзажная, студийная и много других. Все большую популярность набирает студийная съемка. Но и в ней есть свои трудности. С людьми можно договориться, чтобы они нормально позировали. Главное их раскрепостить. А вот с обработкой это интересно, но иногда занимает очень много времени. День фотографа – праздник тех, кто владеет искусством улавливать мгновения жизни, редкие моменты и запечатлевать их в кадре. Снимки порой могут рассказать целые истории о жизни тех или иных людей. Благодаря фотографиям каждый из нас даже спустя много лет имеет возможность заново пережить все теплые моменты, которые однажды попали в объектив фотокамеры.